10 поразительных находок археологов, изменивших наше представление о древности. Всем привет, друзья! Вы на канале Жукпаук. Приятного просмотра! Тинтинабула. Веками человечество поклонялось Римской империи, считая её вершиной цивилизации. Но некоторые аспекты быта римлян стали известны лишь после раскопок Помпей. Оказывается, что мужской детородный образ не был скрытым объектом. Археологи нашли во многих домах колокольчики, именуемые Тинтинабула, крылатые фалосы внушительного размера, окружённые колокольчиками. Отметим, что в представлении римлян того времени фалос не только являлся символом мужского здоровья, но они с его помощью прогоняли неудачи. Антикитерский механизм. Найденные ныряльщиками в 1901 году обломки древнего судна не сулили громких находок. Как обычно, это судно, затонувшее у антикера, одного из греческих островов, перевозило металь в слитках, изящной вазы и статуи. Но было поднято и необычное механическое устройство, дату изготовления которого отнесли к 100 году до н.э. Считается, что это самый древний компьютер. Элементы механизма позволяли вычислять местоположение определённых звёзд и планет на небе. Находка доказывает, уже 2000 лет назад люди понимали законы движения небесных тел по горизонту. Каменные наконечники. Осколки камней, найденные в Южной Африке, явно использовались как наконечники для копья. Признано, что им 200 тысяч лет. Получается, наши предки начали охоту намного ранее, чем считали учёные. Древние антибиотики. Как известно, антибиотики были открыты 70 лет назад. Но в составе костей, найденных при раскопках в Нубии, им более пяти столетий, обнаружены следы тетрациклина. Есть гипотеза, что антибиотик тетрациклин вырабатывался дрожжами, использовавшимися древними нубийцами при производстве пива. Возможно, что они, включая детей, пили пиво в лечебных целях. Австрийская Венера. Статуя, считающаяся одной из древнейших. Ей 26 тысяч лет. Эта древняя зажиревшая женщина с впечатляющими грудями была названа Венерой Виллендорфской. Такие находки подтверждают, что с почитанием женственности связаны самые ранние из известных нам религиозных обрядов и традиций. Древние линзы. Недавно в могилах шведских викингов была найдена коллекция изготовленных из горного хрусталя артефактов – линз кристаллов. Находки, названные линзами Висби, были отлично отполированы, могут сфокусировать свет и даже увеличивать изображение. А ведь изготавливали в XI-XII веке. Додекаэдры Рима. К числу находок археологов, назначения которых невозможно отгадать, относят и маленькие объекты, имеющие форму додекаэдра. Чаще всего они сделаны из бронзы и обнаруживаются на территории, ранее занимаемой Римской империей. Единственным предположением о предназначении додекаэдров было их использование в качестве подсвечников, а ведь отверстия имеются не во всех из них. Батарейки из древнего Багдада. При раскопках разваленной Месопотамии обнаружены сосуды, у которых горлышко запечатано, а внутри находится цилиндр из меди и железный стержень. Предполагают, что это прототип современных батарейк возрастом в 2500 лет. Эксперименты подтвердили, при заполнении сосуда виноградным соком они выдают ток напряжением до 4 вольт. Флейты древности. Учёные в пещере в Германии обнаружили кости мамонта, в которых прорезаны отверстия, при этом они похожи на флейты, уже привычные нам. Альпийский ледяной человек. В Альпах было обнаружено вмёрзшее в ледник человеческое тело. Возраст находки был определён – 5000 лет. Останки оказались полезны исследователям. В мочках – отверстие для серёжек, а спина, колени и лодыжки украшены татуировкой. По ранам исследователи поняли – предок погиб после атаки другими людьми. Вот такие штуки находят у нас на земле, ребята. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал Жук-паук, а также делиться этими интересными видео с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok